всех приветствую дорогие друзья столкнулся я с одной проблемой на своем новом мотоцикле на yamaha fz1 2009 года выпуска с пробегом около 9000 столкнулся я с проблемой катушек значит на данный момент проблема решена но мозги она мне съела короче говоря и сейчас я хотел бы ну вот пока у меня все еще в оперативной памяти находится вся информация по этой проблеме а я изучил вопрос реально хардкорно вот пока сейчас в общем еще на горячую руку скажем так то расскажу об этой проблеме для владельцев может fz1 кто не знает о ней для тех кто может собирается покупать этот мотоцикл вот пускай это держит у себя в голове тоже ну и вообще может быть полезно для тех кто вообще не сталкивался и не собирается сталкиваться с этим мотоциклом ну кстати говоря проблема актуальна не только для fz1 вот этого поколения второго а еще и для r1 с таким же движком yamaha r1 и для какого-то чопера по моему xvs что-то 1700 что-то такое не xvs какой-то чопер короче говоря у всех этих мотоциклов одна и та же катушка и вот то есть будет актуально всем я думаю сразу давайте к делу симптомы как себя проблем проявляют вот вы такой значит крутой чувак у вас fz1 yamaha ну а значил и определенно как бы крутой чувак тут даже вообще разговора быть не может и вот в один прекрасный день это может начаться внезапно сразу значит проблемы себя проявляют в полной мере это может начаться постепенно ухудшаться ситуация и это может проявляться не всегда короче говоря это дико неудобная проблема для выяснения в общем что происходит вот по изучению форумов и видео русских и заграничных форумов в основном заграничных я понял одну вещь у всех примерно симптомы одинаковые значит какие конкретно до двух трех тысяч под нагрузкой у вас если вы открываете газ то мотоцикл иногда или всегда будет троить короче один цилиндр работает некорректно это самая главная проблема она проявляется я так понимаю у всех у кого есть нерабочая катушка это первый симптом второй симптом холостой ход может быть нормальным а может тоже на нем либо троить либо наоборот как бы вверх стрелка дергается в принципе проблема больше себя на никак особо и не проявляет это вот основные два симптома но самое главное это первое то что под нагрузкой на низких совсем оборотах может троить вот значит что с технической точки зрения значит происходит просто катушка изнашивается и приходит в него ну в непригодное состояние значит это типа брак короче говоря на этих мотоциклах вот конкретно на этих катушках это типа брака то есть ну на других мотоциклах такого не происходит катушки работает там практически бесконечно здесь они реально вот вы ну вы сами видите выходят из строя могут выйти за 9000 километров с катушкой вы не сделаете ничего ее нужно выбросить и заменить на новую вы не отремонтируйте никак если у вас даже дядя вася знакомый есть кулибин который все может сделать то вот это он не сделает следующий момент может было даже надо с него начать что такое короче говоря катушка о чем я вообще сейчас говорю а я говорю о катушке зажигания это хреновина в данном случае это такой очень длинный цилиндр которая к ней подсоединен значит провод и она подсоединена на свечу на свечку зажигания что она делает в мотоцикле она преобразует 12 значит вольт которые поступают с аккумулятора она их преобразует в много вольт короче с нее выходит высоковольтный ток вот такой расклад и я сейчас вам ее покажу короче где она находится и вообще значит покажу я где-нибудь остановлю сейчас тогда четенько встать надо у меня и запасные лежат в кофре с недавнего времени и хвожу ничёси чувак радикальный прям спортсмен это у него я не только не понял то ли р1 было то ли что-то такое так ну я думаю вот идеальное место значит смотрите что такая катушка зажигания где она находится на этом мотоцикле она расположена мега неудобно я так что но по всей видимости машину ворот не ставить но у нас-то не машина поэтому нам-то можно мега неудобно расположена но я так понимаю вот вы ее по-другому здесь не расположите очень плотная компоновка типа большой движок катушка вот она здесь находится это первая левая соответственно катушка она вставлена аж вот где-то досюда наверное она длинная то есть она вставляется к ней идет проводок я думаю все видите и могу четвертую показать 4 вот она видите вдали вот эта катушка зажигания сейчас я вам покажу и и вот она это хреновина короче катушка зажигания выглядит он таким образом ее код f6 t55 8 вот такой вот у нее код то что снизу это видимо то ли серия то ли еще чего значит смотрите в оригинале и производит митсубиши компания и это самые лучшие катушки как бы лучше не найдете и смотрите за такой момент когда она изнашивается на ней ну внешних следов износа никаких катушка внешне практически в идеальном состоянии ничего тут ну в общем внешне вы не определите никакой жизни что она сломана или нет можно ли как-то определить что катушка конкретно значит сломана вообще как-то можно ли определить смотрите мультиметром не определите вот я лично когда у меня началась эта шляпа я снял все четыре катушки и все на всех четырех катушках проверил мультиметром ну единственно что мог по сути а именно сопротивление у всех показала одно и то же короче там 0 то ли 22 то ли 0 24 то есть никак не поможет вам мультиметра единственное что может помочь есть такой девайс как как устройство для проверки катушек может это как-то по-научному еще называется по-другому но я назову так в общем подключается свеча зажигания к снятой катушке и каким-то образом там поступает ток и в общем можно проверить можно теоретически но это соответственно только в сервисе делается сами вы такую штуковину ну вы ее покупать смысла нет в общем я не знаю сколько стоит но думаю не дешево теперь значит самый главный вопрос что делать по симптомам вы примерно определили что это катушка зажигания скорее всего и значит вот вы ну думаете что дальше делать смотрите во первых вот хороший момент во всей этой поломки в том что вы можете ездить на мотоцикле ему ничего от этого не будет особо вы можете довольно продолжительное время ездить я ездил несколько недель с этой проблемой она то проявлялась то не проявлялась конкретно у меня она например больше проявлялась когда в жару кстати говоря вот я не сказал проблема в основном заметно то есть когда ты ездишь вот как сейчас ездишь по трассе да по какой-то с постоянной какой-то хорошей скоростью то проблема у меня не проявлялась проблема проявлялась когда останавливаешься на светофоре после длительной поездки и пытаешься тронуться с места вот тогда вот эти как бы подергивание вот эти вот это троение происходит почти всегда либо когда приезжаешь на место куда-нибудь ставишь мотоцикл через пять минут выходишь он еще горячий и вот почти всегда проблема проявляется в таком случае но ездить конечно ну желательно поменьше с этой проблемой то есть максимально быстро решить и и забыть о ней смотреть что делать ничего не остается кроме как купить новый вот ну без вариантов то есть вообще просто покупайте новую просто покупайте новую и меняйте все тут возможно три варианта вот я сейчас для себя обнаружил и выбрал один из них первый вариант это самый радикальный это купить новый оригинал это не проблема катушки производится до сих пор и продаются проблема только одна это короче цена одна катушка стоит 6к с доставкой с японии ой блять молодец то нахуя надо бы настроить вам штуки надо бы настроить а то пшикает назад в принципе у этого варианта один только минус если вам позволяет ну как бы финансовое состояние то покупайте оригинал конечно вы его купите и проблем знать не будете еще очень долго второй вариант это купить сейчас в этом чудесном заведении был и слышал дословно вот прям такой разговор и брат суши за рубль не найдешь уже бери что есть это дословно слово в слово сейчас было как бы там джентльмен объяснял другому про какой-то товар что ну ладно не будем отвлекаться в общем второй вариант это бушная китайская катушка ой стоп 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 второй вариант это новая китайская катушка или комплект катушек цена вопроса от примерно тысячи до полутора тысяч но смотрите это наверное самый плохой вариант из всех потому что бог его знает вообще как она будет работать и будет ли работать вообще никто вам как бы гарантировать не может это там есть вот например смотрел я на ebay на амазоне на амазоне например у одной модели ну одной вернее у одного производителя были отзывы и типа все положительные но отзывов мало где-то там шесть или семь что ли и поэтому а у остальных например были плохие отзывы у каких-то китайских тоже ну не знаю в общем рискнуть можно но мне кажется это самый плохой ну хоть 0 рискнуть можно но мне кажется долго она во всяком случае не проработать нормально вот я рассматривал тоже такой вариант но последний момент передумал в пользу третьего варианта а третий вариант это у нас бу оригинал короче снятые с ну в основном с разбитых мотоциклов с r1 в первую очередь абсолютно такие же катушки кстати по модели я имею ввиду снятые с fz1 тоже убитых вот вариант как бы тоже не стопроцентный тоже не верняк потому что ну вы понимаете бу это есть бу но во всяком случае это недорого например я брал за тысячу рублей и некоторые продавцы как бы дают гарантию ну гарантию в принципе дают действительно что будет работать типа если не работает вы можете вернуть и они вам вернут деньги вот например я заказал в таком магазине он в питере расположен в принципе сделаю рекламу почему нет хороший магазин мотор . нет по моему там у них во первых есть наличие они и очень большое наличие он меня дословно прямо сказал то что там хоть 50 штук тебя сейчас отгрузим 1000 рублей стоит за катушку и они дают гарантию и уверяю что катушки проверены каким способом я не спрашивал они проверены но говорят вот так значит вариант не верняк но вот это ну для меня это самый лучший например был вариант потому что ну новый вообще не варик покупать за 6 тысяч я так почитал вот опять же заграничные форумы никто за границей в основном новые не берет все берут бэушные вот потому что даже там люди как бы ну экономят свои деньги и поэтому я сделал так же вот купил две бэушные катушки и поставил их обе обе работают кстати говоря да вот такая статистика вот идем значит дальше как не допустить выхода катушки из строя профилактика катушек ну вот от времени когда она изнашивается вот как у меня произошло вы ничего с этим не сделаете то есть вообще ничего вы просто ездите не думайте об этом как бы когда придет время тогда поменяйте и все не заморачивайтесь ну а есть одна вещь которую нельзя допускать это мойка высокого давления значит чтобы попадала на катушки вот от этого они выходят из строя быстрее ну выходят из строя то есть не всегда но могут выйти из строя это не единичный случай это действительно короче они боятся этого в общем нельзя чтобы вода с мойки попадала на катушки поэтому лучше мойте сами мотоцикл это мой такой совет и в общем затыкайте с боков затыкайте значит вот эти вот окошки где катушки значит находятся справа и слева это заткнуть не проблема совершенно так ну и на последний вопрос который надо обсудить это как поменять собственно катушки можно ли это сделать самому или надо тащить в сервис и так далее можно тащить в сервис в принципе это стоит недорого если нормальный сервис но поменять самому гораздо проще и дешевле поэтому я бы советовал тащить в сервис только если у вас вообще нету времени или ну переизбыток денег тогда конечно что заморачиваться отдайте профессионалам но вообще ничего сложного в общем все что нужно есть несколько способов во первых это сделать я советую делать так как я вот научился самый простой способ по моему мнению холодный мотоцикл вам нужен потому что на горячем там ну вы обожжетесь на холодном мотоцикле снимаете радиатор там два болта всего там даже ничего показывать я не буду там все супер просто снимаете радиатор с этих двух болтов откидывайте его максимально вперед насколько это возможно он не достанет до переднего крыла скорее всего и дальше руками просто залазите туда и снимаете по одной катушке ну и меняете какие вам нужны вот там все супер просто супер пупер просто ничего больше делать не надо разбирать радиатор дальше можно но не нужно как бы можно снять вентиляторы и отвести их в стороны чтобы они болтались на проводах но это не нужно реально я первый раз снимал их второй раз не снимал потому что ну понял что это абсолютно бесполезно ну бессмысленно просто а это не нужно вот поэтому просто радиатор вперед все это занимает ну вот у меня наверное займет где-то с полчаса у вас наверное больше если вы первый раз делаете и не особо как бы прошаренный мото механик наверное ну пределах получаса тире часа это занимает все четыре катушки поменять вот и весь расклад наверное это все я как бы постарался вот поделиться всей кладезью это этих знаний по катушкам которые сейчас овладел всем спасибо за просмотр надеюсь видео было полезно это не та проблема из-за которой стоит отказываться от покупки этого замечательного мотоцикла ямах fz1 или r1 тоже или вот чопера того неизвестного мне это совершенно не та проблема это мелочь бушные катушки стоят совсем копейки поэтому в общем просто желательно конечно чтобы у вас они были в общем если у вас есть этот мотоцикл лучше запаситесь катушками заранее хотя бы две штуки я советую взять можно даже одну все таки вероятность того что обе вот ну две вот из строя сразу она все таки мала скорее всего выйдет одна из строя если вообще выйдет в принципе все все что знал все подсказал все всем спасибо всем удачи всем пока пока